Привет, друзья! Вы на канале Дом и Компания. С вами Ольга Сердюк. И сегодня мы поговорим о программе Movavi Video Editor, а конкретно о возможностях сокращения продолжительности видеоролика в процессе монтажа. Какие же существуют возможности и зачем вообще нам нужно сокращать наш ролик? Для чего нам нужно укорачивать или сокращать в объеме наши видеоролики? Ни для кого не секрет, что не всегда у зрителя есть время и желание смотреть очень длинные видео. Часто зритель хочет получить максимум информации за минимум времени. Но это, допустим, не относится к каким-то творческим роликам, хотя к ним тоже в том числе, потому что излишне затянутый контент, он отталкивает зрителя, понижает в нашей аналитике показатель удержания зрителя. То есть, если зритель в процессе просмотра вашего видео понимает, что вы говорите медленно или что видео просто затянуто, что в нем слишком много пауз пустых, не несущих никакой информации, то зритель может уходить с ролика в самом начале и в середине, короче, не досмотрев его до конца. Зачастую, зритель просто даже находя какой-то ролик по теме, видя его большую продолжительность, но я не знаю, 20 минут, 15 минут, уже не будет его смотреть, а посмотрит какой-то соседний ролик, у которого будет продолжительность меньше. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно впихнуть максимум информации в минимум времени, чтобы наше удержание на канале было максимально. Какие же у нас существуют возможности, какие возможности нам дает программа Мовави? Ну, понятно, первое самое, это то, что мы можем наше видео порезать, то есть, если мы нашли какой-то кусок неинтересный, мы можем просто его взять и вырезать, то есть вырезать его с двух сторон и просто отправить в мусорку. Далее, у меня, например, и у многих людей есть такая особенность, делать паузы в речи. Вот когда мы увеличиваем нашу дорожку, мы можем четко видеть, что вот говорила-говорила, потом идет молчаливая пауза. Мы можем вырезать эти паузы точно таким же образом, то есть выделяем этот участок видео и, вот подходя к следующему, где уже начинается озвучка, просто убрать вот эти пустые места, таким же образом удалив. Конечно, надо все это очень внимательно и тщательно прослушивать в процессе монтажа, смотреть, что у вас получается, для того чтобы не было каких-то заиканий, чтобы не отрезать пол слова и так далее. Какая же еще есть возможность? Я уже как-то говорила в уроке по поводу создания шортса, что мы можем увеличивать скорость видео. Когда у нас на экране появляются свойства клипа, здесь есть бегуно-скорость, и мы можем эту скорость увеличивать, но, как правило, происходит искажение речи и максимально допустимо, вот у меня лично получается, то есть речь у всех, конечно, разная, но вот где-то скорость 124, она еще позволяет каким-то образом эту речь воспринимать. Вот я сейчас сделаю 124, выставлю, и мы послушаем, просто даже отправить в контейнер. Вот, то есть речь уже звучит смешно, но она еще может восприниматься и пониматься. Многие ставят слишком большую скорость, и в результате получается просто абракадабра, мультяшная абракадабра, которая неприемлемая для нормального ролика. Какие же возможности нам дает программа Movavi? Сразу оговорюсь, что эта опция в ранних версиях отсутствовала. У меня Movavi Video Suite стоит последней версии, и здесь есть вот такая опция, которая появилась, по-моему, с версии 21 года, оригинальный тон. Что она означает? Вот этот же самый участок, над которым мы сейчас с вами работали. Так, ну я выставлю сейчас 100, чтобы нам было понятно, с чем мы работаем. Слушаем. Я вообще говорю сюда медленно. Чтобы ее просто даже отправить. То есть слышим, звук нормальный, медленная моя речь, которую мы можем ускорить, тем самым значительно укоратив. Чтобы вам было видно, насколько будет укорачиваться видео, я сейчас вот сделаю отрезки, просто чтобы они находились в поле зрения, при увеличенной вот такой ленте. И поработаю конкретно вот с этим отрезком. Сейчас мы видим, что он у нас занимает 15 даже секунд, длится вот этот отрезок. Если я его хочу ускорить, поставив вот здесь птичку, оригинальный тон, и возьму и сделаю ту же скорость, вот как мы с вами смотрели, 219, когда уже это было смешно и невозможно слушать и разобрать слова. А сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. То есть мы видим, что сократилось у нас практически вдвое продолжительность этого отрезка. Сейчас послушаем, что у нас произошло со звуком. Сейчас я громкость прибавлю. То есть речь, конечно, получилась быстрая, но при этом голос остался нормальным, человеческим голосом. Понятно, что тут тоже есть определенные, конечно, ограничения. То есть чересчур усердствовать не надо. Но тем не менее, вот эта волшебная птичка, оригинальный тон, дает нам возможность в пределах допустимого укоротить наше видео, сохранив нормальный тон речи. Собственно, вот об этой особенности я и хотела вам рассказать. Вдруг вы не знаете, что такое вот в программе есть такая возможность. Так что желаю вам хорошего удержания, хороших благодарных зрителей много, развития канала. Всего вам самого наилучшего. До новых встреч. С вами была Ольга Сердю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok